сергей день добрый день добрый андрей и аналитик хорошего уровня ли супер уровня ну не мне судить ну смотри салана у нас выросла было 30 в августе потом 200 186 когда снова будет 30 скажи и тогда это будет супер уровень я честно говоря даже не знаю о чем ты говоришь на первом ты не знаешь ничего про лайткоин про салану зря зря ладно еще раз серьезно тебе день добрый чем связано у нас такая черная пятница распродажа что люди неправильно поняли вместо того чтобы идти в магазины за шмотками дешевыми они проют акции ну продают акции не люди продают акции фонды в первую очередь фонды иностранные ну давай напомним подписчикам твоего канала что в течение всего 21 года в общем-то шел практически безоткатный приток денег нерезидентов на российский фондовый рынок ну похоже пришло время частично взять крошки со стола то есть зафиксировать прибыль о чем собственно сегодня говорила и статистика от эпифер то есть у нас за прошедшую неделю но это было конечно наверное нетрудно догадаться судя по динамике нашего рынка и по объему на которых продавали сбербанка и газпром ну вот чистый оттока из фондов ориентированных на россию нас составил составил так за неделю 270 миллионов долларов за недельный отток это 270 миллионов для российского рынка это достаточно много поэтому и падаем собственно говоря но это нормально здесь есть наверное еще плюс такая такой момент но помимо того что сегодня конечно же мировые сми написали о том что рынки корректируются якобы на новом штамме коронавируса ну это все понятно но основная причина конечно же в том что мы федрезерв постепенно все-таки сворачивает программу количественного смягчения я уже много раз говорил что ну может быть американцы и пока не будут на это реагировать но для развивающихся рынков это все-таки определенный негатив ну плюс ко всему в течение этой недели мы слышали заявление некоторых функционеров фрс что пора бы как бы тейперинг и ускорить то есть увеличить объемы сворачивания количественного смягчения так что скорее всего декабрьское заседание фрс будет весьма интересным игроки как игроков глобальных да и локальных очень-то будет интересовать вопрос а действительно ли будет увеличивать объемы тейперинга фрс или не будет вот я с тобой не согласен я-то думаю совершенно по-другому я думаю что именно мы из-за нового штамма юарского падаем ну штамм тянет за нас нефть вниз я мы уже идем за нефтью так что те кто согласен с верниковом подписывайтесь срочно на канал телеграм верни кого ссылочка в описании те кто согласен с сергеем дроздовом срочно подписывайтесь на канал сергей дроздова а лучше подпишитесь сразу на тот другой что вы не знаете какой вариант правильный но я знаю какой вариант правильный канты вчера провел таком веселые интервью с андреевым и мне уже эти кто эти, ну, которым провоцируют, пишут, ты был пьяный опять, представляешь? То есть у нас в России мужик должен быть насупленный, серьезный. В противном случае он пьяный. Ну, может, тебе и сегодня опять то же самое напишут. Там вообще, я смотрю, в комментариях любят тебя уличать в этом деле, хотя на самом деле, как бы, человек трезвый как стекло. Кому-то нравится. Да, меня уже пытались уличить, что я Алибабу не продал, большую часть наверху. Ничего, ничего. Я запилю все-таки видосик со своими сделками, как раньше. А теперь хотелось поговорить по поводу коррекции. Вот 18% по индексу РТС как с куста находимся сейчас в зоне медведей. Да, если мы берем фьючерс по индексу РТС, то зона медведей, она ниже уровня 163 500. Ну, так как мы пока находимся ниже данного рубежа, а это и есть вот зона медведей пока. Кстати, ну, забегая вперед, Роснефть пока отталкивается от зоны медведей, чуть-чуть не дотянуло, но вот если продажи усилятся, то, конечно, может и процента на два, если она еще опустится вниз, то тоже пойдет в зону медведей. Давай начнем с Газпрома тогда, если уж ты хочешь поговорить со мной про акции, а не по Солону. Начнем с Газпрома. Ну, как я уже вначале сказал, наверное, две фишки, в которых больше всего иностранных фондов, это Газпром и Сбербанк. Но Газпром, кстати, по сравнению с Бубликовым выглядит неплохо. В том плане, что несмотря на может быть в процентном соотношении, что его там сильно давят, но я бы не сказал, что он падает какими-то опережающими темпами. Сейчас негативный момент, то, что он все-таки торгуется ниже поддержки в районе 330, но до зоны медведей ему еще далековато. Зона медведей, она у нас расположена ниже отметки, ну, на данный момент, 200, 296. А Сбербанк, он уже как раз на той территории, на Медвежьей, там уровень 216 выступает в своеобразном водоразделу между бычьей и Медвежьей территорией. Ну, не знаю, что сказать с Газпром. Если он и висит, висит где-то, да, вот в неподвину, в пространстве, да, то покупать его пока не надо. Или надо? Поговорите. Ты знаешь, с одной стороны, вот, на мой взгляд, вот эта вот тема с ковидом, но это пока эмоции. Объясню, почему. То есть, ну, не думаю, что будут новые локдауны, а-ля 2020 год. Только новые локдауны могут действительно там вербнуть фондовые рынки, действительно, ну, к тому обвалу, который там был 30, да, там, 40 процентов. Но вряд ли кто-то будет наступать на те же грабли и закрывать экономики. Так что поговорят и перестанут. Пока это вот такая вот больше эмоциональная реакция. И плюс ко всему, наверное, не столько на, как я уже сказал, на историю с новым штаммом, сколько все-таки рынки снижаются под собственной тяжестью. Вообще, конечно, вот эта вот история с ковидом, она вообще непонятная. Когда в прошлом году ученые говорили, что нужно дождаться устойчивого штамма и только потом уже вакцинацию производить. У нас в первую очередь стали вакцинацию, сделали лабораторию до выращивания новых штаммов. Но хотя это им виднее там наверху, они, конечно, самые умные, значит, так надо новых штаммов побольше. Ну, не могу ничего здесь прокомментировать, я же все-таки как бы не в этой сфере работаю, поэтому... Ну, хорошо, я хотел поговорить с тобой с Аланом, потом штаммы и отшлифовать женщинами. Теперь придется два пункта вычеркнуть из этого. Лукоил. По Лукоилу. Вот по Лукоилу, кстати, сегодня Лукоил пробивал важную поддержку. Я просто, видишь, сегодня прям, скажем так, с корабля на бал, в первой половине дня с утра я ездил на радио, М-24, разговаривали там о финансовых пирамидах, вот как раз вот прям с корабля на бал. Так, ну что у нас по Лукоилу? Ты знаешь, вот по Лукоилу пограничная ситуация. Вот эта зона, она как раз находится в районе отметки 6,450. Ну вот, а Лукоил сейчас торгуется, сейчас 14,41 по московскому времени, 6,441,5 котировка Лукоилу. Так что смотрим, как бумага закроется. Если закроется ниже данного рубежа, ну будет большая вероятность, что и снижение продолжится. Акция ВТБ тоже всех интересует? Ну, ВТБ, тут я ее как-то назвал валидольной бумагой. Людям, видно, это дело понравилось, но, наверное, так и будем ее впредь называть. Почему валидольная? Высоковолатильная достаточно. Может быть, приносит какую-то радость спекулянтам, но вот для инвесторов, для инвесторов она просто нервирует. И, конечно же, тяжеловато удерживать длинные позиции, когда вот она бегает там от уровня к уровню и какого-то четкого, ярко выраженного тренда нет. С тобой много раз говорили, в принципе, перспектива у ВТБ неплохая в том плане, что, ну, ожидается все-таки двузначная дивидендная доходность. Поэтому, если в будущем будут показаны какие-то достаточно интересные уровни для покупки, то можно брать. По текущей ситуации уровень 0,048 был ключевым. И как раз вот это тоже вот раздел такой, как ты вот говоришь, между медведями и быками. Сейчас он тоже на медвежьей, условно говоря, территории. Поэтому есть такое правило, точнее поговорка. Быстро поднятый упавшим не считается. Если достаточно быстро цена вернется, выше 0,048, то, как бы, ВТБ и реабилитируется, появятся какие-то шансы, как минимум, и хороший отскок. Но пока, да, пока все выглядит, конечно же, не очень. Видишь, как бы многие ключевые ликвидные бумаги вот как раз перешли в зону медведей. Ну, нужно дождаться американцев. Я что хочу сказать. Фьючерс на S&P 500 у нас на данный момент теряет уже 1,7%. Как правило, наши заокеанские коллеги, когда на открытии у них такой вот фьючерс, они часть этого падения выкупают, а потом уже определяются с дальнейшим направлением движения. Плюс ко всему, что у нас впереди. Ну, помимо того, да, что теперь могут возникнуть вопросы к ФРС по поводу, все-таки будут они как бы увеличивать объемы сворачивания кулея или нет. Есть еще такой момент. Это сезон рождественских распродаж. Там должны ритейлеры отчитываться по их итогам, соответственно, платежные системы. И, как правило, это является определенным позитивом. Но, с другой стороны, недавно был отчет о компании Nike, и они, в общем-то, пожаловались на всю ту же пресловутую цепочку поставок, которая все еще не налажена. И в связи с этим они, в общем-то, ожидают падения объема в продаж. Хотя американцы сейчас очень стали активно покупать. Активнее, чем прошлые годы. Отчасти потому, что боятся заразиться на этих в очередях. Очень активно стали подарки покупать раньше времени. А знаешь, я думаю, что ты прав, и я прав, и все правы. Это такой коктейль плохих новостей. И там даже можно включить капельку проблем Роснано и ОВК финансов. То есть, это такой взяли и смешали этот коктейль. Там есть и ковид, там все есть. Ну, по Роснано что хочу сказать. Ты знаешь, мне, когда я эту новость прочитал, мне прям вспомнился фильм «Духлес», часть вторая. Вот там проблема, мне кажется, вот Роснано прям является прототипом той компании, которую там показывали. Ну, кто видел этот фильм, тот, наверное, поймет, о чем я. По поводу нефти. Вот это вот падение нефти. Все-таки ты же не можешь объяснить это оттоком иностранцев нашего рынка? Слушай, ну мы же с тобой аналитики. Мы, если что нужно, объясним как угодно. Ты же знаешь. Ну, а если серьезно, то, ну, нефть это же инструмент такой рисковый номер один. Поэтому, как бы, падают рынки, падает и нефть, соответственно. Ну, плюс, когда тебе устраивают истерику в СМИ, новый штамп, который всех убьет, спасайся кто может, соответственно, подогревают это комментариями, что в связи с этим штаммом должен резко уменьшиться спрос. Хотя, вот да, если логически подумать, как он уменьшится, если вы не будете вводить тотальные локдауны. Но, тем не менее, инвесторы, народ пугливый, ко всему прочему, нефть торгуется с огромным левереджем. Ну, частично, наверное, этот левередж пока вот отгружают. Ну, и есть у нас ключевая отметка в текущем контракте. Кстати, скоро экспирация по нефти. Возможно, вот что как раз под экспирацию ее сейчас плюс ко всему и продают. Вот, отметка вблизи уровня 77,50. Там вокруг него. Вот, если его пробьем, то, да, нефть может прогуляться куда-нибудь в район 75, там 73,50. Вот как-то так это видится пока. Понятно, золото. По золоту ты видишь надежды любителей золота. Вот после того резкого роста, который был спровоцированным, вышедшим провальными данными по инфляции в США, ну, в общем-то, заглох. И не то, что заглох. Золото обратно откатило. Даже ниже уровня 1800 в моменте опускалось ниже 1780. Ну, сейчас мы видим то, что вновь цена желтого металла поднялась там чуть выше 1800. Пока я думаю, что, опять же, золото, цена входит вот в тот коридор, в котором долго-долго там стояли. Ну, если без экстрима, то как раз 1780, там на 1830 плюс. Ну, вот как-то так. Понятно. Вот такой вопрос. А что сейчас делать с инвестором? Просто наблюдать пока это зона медведей? Ну, инвесторы обычно все перегружены бумагами и в позиции. Поэтому им, конечно, ничего не остается, как только наблюдать. Но с другой стороны, наверное, нужно подождать пока определиться, с кем пойдем ли мы ниже вместе с Америкой или нет. Если у кого-то там есть еще запасы кэша, подумать, на каких уровнях можно купить интересные бумаги. Потому что вечно, как бы, эта вся история длиться не будет, а хорошая коррекция, она как раз только оздоравливает рынок и дает шансы для того, чтобы можно было бы заработать. Как ты относишься к акциям московской биржи? Ну, ты знаешь, в свете того, что новые и новые придумки постоянно у московской биржи уже, как бы, есть такая история, что в перспективе, возможно, торги будут вообще в круглосуточном режиме идти. Ну, наверное, как бы, неплохо. Казино должно работать всегда и плюс ко всему, если действительно будут круглосуточные торги, не думаю, что там будут огромные объемы, но, тем не менее, как бы, какую-то копейку они будут приносить. Ну, и не стоит забывать, что любой обвал на фондовом рынке, да, это плюс, как бы, большие объемы комиссий. Ну, объемы сделок растут, ну, и, соответственно, объемы комиссий тоже. Это всегда позитив для, вот, именно, как бы, акций московской биржи. Ну, по московской бирже, там, кстати, бумага уже, там вот этот вот раздел между зоной медведей и быков, да, был на уровне 170. И как только прошли этот рубеж, падение ускорилось. Сейчас есть поддержка в районе 150, пока бумага отбивается от данного рубежа. Ну, вот посмотрим, опять же, как наши заокеанские коллеги сегодня отторгуют. Сегодня у них, кстати, укороченный день. Американские биржи закроются в 21.00 по московскому времени. Поэтому, как бы, недолго, да, нам смотреть, там, чем все, какая все-таки будет развязка. Отлично. Акции Аэрофлота пробили важный уровень поддержки, либо я что-то не понимаю в этой жизни? Ну, да, слушай, ну, Аэрофлот сейчас, скорее всего, у американцев, вот что будет в лидерах падения, это авиакомпании, все, что связано с туризмом, вот это вот все прокси на новый штамм коронавируса. Скорее всего, вот основные эти бумаги будут под давлением. Ну, и, соответственно, Аэрофлот у нас, по-моему, да, единственная все-таки компания из этой отрасли. И, само собой, конечно же, подают его. Сейчас я его найду, что-то вот, а, вот нашел. Ну, скажем так, сегодня он, можно сказать, что по рынку торгуется, теряет там чуть более 4%, но у нас таких историй, которые по 4% торгуются, достаточно много. Да, слушай, ну, он уже давно там, видите, уровни прошел, этот уровень был в районе 68,8. Ну, соответственно, как бы вот тебе и новое полное снижение, поэтому тут все вполне технично. Ну, опять же, если так дело пойдет, в район 60 еще сходит, наверное, может быть, чуть ниже. Первые цели, по крайней мере, пока там. Здесь негатив, конечно, продолжится. Хочу тебя только немножко поправить. У нас еще ЮТЭР торгуется. Не очень, правда, ликвидная бумага, но она торгуется. Хотя хорошая компания, у нее большая социальная нагрузка. Да. Большая социальная нагрузка для компании – это нехорошо. Для социальной нагрузки, то это льготы, и, соответственно, там, где льготы, ну, в общем-то, для бизнеса и для акционеров, мне кажется, малоинтересно. Ну, вот, тем не менее, как бы мы не можем сейчас в Сибири закрыть, и вертолеты нужны. Так что торгуется, можно покупать, кто хочет. Пожалуйста, пожалуйста, покупайте. Вот как ты считаешь, уже можно говорить, что ралли, то есть, ну, новогоднее ралли не состоится? Либо это пока еще очень далеко, и еще есть время ситуацию выправить? Ну, время, конечно, есть, но ты же помнишь, как случилось в 2018 году. Все ждали ралли на американском рынке, но ралли пошло не в ту сторону. Причем пошло так на 25% вниз. Но, опять же, если будет 2018-20, это будет очень хорошая возможность действительно, как бы, войти в рынок. Потому что, как бы там что ни было впереди, тейперинг, повышение процентной ставки. Кстати, не думаю, что ее там прямо уж сразу сильно будут поднимать. Наверное, максимум первое повышение это будет на 50 базисных пунктов. Ну, а в целом, наверное, базовый сценарий 0,25. Сейчас об этом говорить бесполезно. До этого еще, именно до повышения ключевой процентной ставки далеко. Но было бы, конечно же, вот перед всеми этими событиями получить хороший дисконт от рынка. Ну, хороший это сколько процентов? Слушай, ну, стандартная, как бы, коррекция, наверное, от, там, 10% плюс. Там уж как пойдет. Да, ну, надо принимать торговое решение. Я сегодня написал, что «Газпром» мне интересен по 320. Ответ, читай ответ. Мне интересен, мне интересен, лично мне. Вот, а читай ответ, человек не пишет. А что же, когда был 160, вы, аналитики, говорили, что это дерьмо? Я говорю, а где? Где Верников писал, что «Газпром» дерьмо по 160? Я вот хочу посмотреть. Ну, они под словом «вы, аналитики», наверное, обобщают всех. Все сообщество. Все, кто работает в компаниях. То есть, ну, кто-то один сказал. И, ну, такое вот избирательное мнение. Сергей, большое спасибо. Большое спасибо за интервью. Мне кажется, мы с тобой все обсудили. Единственное, насколько у тебя сейчас вот люди в твоем телеграм-канале сейчас паникуют? Они тебе не говорят, что все пропало там, все пропало. Паники вообще никакой не наблюдается абсолютно. Ну, у меня вот спасибо подписчикам моего телеграма. Действительно, от всей души. Ну, как-то так получилось. Подобралась очень культурная публика. За крайне редкими исключениями. Ну, которые случаются, может быть, раз там в 4-5 месяцев. А так прям у меня просто большой к подписчикам как бы респект и огромнейшее спасибо вот за их, как бы, такое вот отношение, понимание и поведение. Вот так, что желающие влиться в такой социум культурных людей, ссылочка в описании телеграм-канала. Ну, и также у меня есть тоже небольшой телеграм-канал, ссылочка тоже в описании. Все, Сергей, спасибо. Хороших выходных. Спасибо, Андрей, взаимно. Все-таки я буду рисковать. Если будет резидоваться, скуплю, просто рука не дрогнет. Рука не дрогнет. Я не хочу рисковать, но надо же принимать решение. Мы же мужики, мы же не можем в култах сидеть. Все, спасибо большое.